Приветствую вас, я посмотрел ваши вопросы, также я посмотрел ваши предыдущие вопросы, вот, примерно понял о чём идет речь в вашем сообщении. И, вы знаете, это не природная черствость, как вы говорите, это не глупость, это, значит, не издевательство даже. То есть, для того, чтобы проявлять подобные вещи, то есть, чтобы издеваться, нужно всё-таки как-никак оперировать неким контекстом, нужно уметь оперировать контекстом. Ваш же мужчина, он совершенно очевиден, что не умеет этого делать, не понимает, что причиняет вам боль, не осознаёт этого. И у него это происходит из эгоизма, которого он, скорее всего, в себе не осознаёт. Ага, у него это происходит из-за неуверенности в себе, и из-за большого значения вас для него. То есть, у меня сложилось такое ощущение, что для него, для этого мужчины вы чересчур важны. Вот у меня сложилось такое ощущение, что мужчина прямо хочет, чтобы вы обратили на него внимание, он хочет с вами быть в отношениях, он хочет вас завоевать. И делает это он не для вас, то есть, он не на вас нацелен, не на то, чтобы сделать вас счастливой, не на то, чтобы помочь вам, хотя, безусловно, какую-то заботу он проявляет, вы сами это признаёте. А его поведение нацелено, в первую очередь, на себя. То есть, вот, он нацелен на, значит, свою собственную выгоду, на свои собственные цели. Вот, и он этого, ещё раз повторю, не осознаёт. То есть, у него есть свои собственные проблемы. И очевидно, что самая большая проблема есть в том, что вы для него, чересчур значимый, через вас, он пытается обрести собственную значимость. Я хотел бы, чтобы вы это поняли. Чтобы вы это поняли. Значит, что вам делать? Пишите вы. Ломать себя ради этой заботы, или просто высернуть из своей жизни подальше. Ну, ломать себя, наверное, не строго. Потому что вам и так тяжело. Вот. Значит. Я вам значит, свои соболезнования по поводу того, что в вашей семье произошла трагедия. Ломать себя не нужно. Вообще-то говоря, вообще-то говоря, самым правильным решением будет для вас ориентироваться на свои собственные преживания. То есть, если вы чувствуете, что вы должны именно себя ломать, то ломать, конечно, не стоит. Потому что, ну, потому что, опять же, потому что ситуация такова, что вам и так тяжело. И вы рискуете заболеть, если будете продолжать себя ломать. То есть, вас и так обстоятельства надломили, да? Хорошо. А тут еще и вот такая ситуация. Такая ситуация, да? Когда от вас еще человек что-то требует. Явно ориентируясь на себя, на свои какие-то вот желания, на свои потребности. Это не исправильно в данном случае. И если вы чувствуете, что вот вам прямо тяжело, что вы прямо вот ломаете себя, действительно, вы ломаете прямо себя, то, конечно, не нужно этого делать. И человеку, ну, можно и нужно попросить, как бы, ну, не знаю, весел, может быть, попросить или как-то еще, чтобы он, значит, этот атлас, ну, отстал. Потому что сам он, скорее всего, не уйдет. Вот. Для него это будет, ну, для него это невормально. Для него это невозможно. Человек сам не сможет от вас уйти, потому что я все раз повторю, вы для него слишком важны. Вот. Вы для него слишком важны. Вы для него чересчур, я бы даже сказал, чересчур. Вы для него важны, и поэтому он сам не уйдет. Вот. Вам сейчас нужно думать о себе. вам сейчас в большей степени нужно думать о том, как бы вот самостоятельно, да, преодолеть вашу проблему, в которой вы сейчас оказались. Вам сейчас нужно думать о том, как, значит, может, пережить, что это, в принципе, свои приоритеты, вы выставили правильную. Вот. Ну, а молодой человек, он, знаете, он, к сожалению, к сожалению, он не понимает, он не понимает того, что с вами произошло. Того, что с вами происходит, точнее, он не понимает. И, правда, заключается в том, что он, к сожалению, этого и не поймет. То есть, если он не понял этого сейчас, если он, если вот вся эта ситуация не заставила его понять вас, не заставила его проникнуться, проникнуться вами, тем, что вы чувствуете вашими переживаниями и так далее, то в большей доле вероятности можно говорить о том, что он вас не поймет. И ожидать того, что это произойдет, ну, не стоит. Совершенно очевидно, что не стоит. Потому что как бы практика показывает, что если человек сразу не понял, то он уже вас и не поймет. Не поймет. Вот. То есть, у него нету ресурсов для того, чтобы понимать вас, у него есть ресурсов для того, чтобы как бы понимать и чувствовать себя. Вот себя, да, себя это довольно-таки легко. вот, вот. А вас, к сожалению, И вот до тех пор, пока вы вот этот момент не поймете, до тех пор, пока вы этот момент как бы вот сами не прочувствуете, у вас будет вот такая вот ситуация довольно, ну, давайте будем называть вещи своими именами, да, наверное, такая вот ситуация довольно тяжелая. И я понимаю на самом деле, я понимаю, что вы хотите сохранить этого человека рядом с собой, потому что он вам все-таки нужен, потому что он вам все-таки что-то для вас делает, вот. Наверное, он, наверное, он вам, значит, как-то все-таки помогает, да, наверное, он все-таки как-то что-то для вас делает, вот, но это все-таки не так много И не стоит того, чтобы вы ради него вот себя ломали и так далее. Правда, к счастью в том, что я понял из предыдущего вопроса, у вас есть ребенок, и как бы при всем моем уважении к вам, думать вам нужно сейчас о себе и о ребенке, а не о том, кто думает только о себе. Молодой человек, к сожалению, к сожалению, молодой человек думает только о себе. И я бы на самом деле хотел бы у вас, ну, задать вам вопрос такой. А почему вы, вот чем вы руководствуете, да, когда даете второй шанс, второй шанс, второй шанс человеку, чем вы руководствуете. Я понимаю, что вы руководствуете, в общем-то, не только своими желаниями, я понимаю, что вы руководствуете не только своими потребностями, я понимаю, что вы руководствуете в том числе и, в общем-то, своей выгодой, я понимаю. Вот. Но, но, не вредите ли вы себе, понимаете, вот. Мне почему-то очень кажется, что данная ваша позиция, она вам несет вред, и несет вред, ну, довольно сильный. То есть, довольно серьезный вред вы себе наносите, вот, общаясь с этим мужчиной. Я хотел бы, чтобы вы постарались определить, что вами движет. Вот то, что им движет, это понятно, мы это определили, то, что им движет. А что движет вами? Что движет вами, и почему вы вот так вот хотите, вот так вот, как бы, держитесь за этого мужчину? Ну, вот это очень важный, на мой взгляд, момент. Потому что у вас ведь тоже что-то везде. Вы спрашиваете у нас совета, да? Вы спрашиваете у нас совета, совета, говорите вот. Как мне поступить, да? Как мне вот лучше сделать? Как мне лучше, как мне правильно, значит, выразить свою позицию? А кто определяет правильность вашей позиции в этом дело? Правильность вашей позиции определяется только вы. Не мы, а вы. Вы определяете правильность своей позиции. И если мы говорим про вашу позицию, то ваша позиция высказывает от ваших интересов. И вы, наверное, понимаете, да, что, в общем-то, вы, к сожалению, вот вредите себе таким поведением. Таким поведением вы себе вредите. И я хотел бы только, на самом деле, я хотел бы, как бы, только одного я хотел бы, чтобы вы постарались для себя понять, почему вы себе вредите. Вот чем вы руководствуете, когда даете человеку, ну, там, знаете, вот, второй шанс, второй шанс, например. А чем вы руководствуете, когда даете человеку, там, например, в третий шанс, да, и так далее. А сколько вы вообще готовы человеку дать шансов, прежде чем, ну, например, прежде чем, например, убедитесь в том, что это бесполезно. Вот, сами, сами, сколько вы готовы, вы готовы дать человеку шансов, сколько и почему. Вот, я бы хотел, чтобы вы на этот вопрос постарались ответить, ибо он, этот вопрос, очень-очень важен. Вот, ну, в принципе, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Вот, в принципе, я вам ответил на ваш вопрос, то есть понимаю, что проблема, она у вас немножко сейчас в другом, как бы, контекст, немножко в другом поле, или проблема, на мой взгляд, ваша проблема основная сейчас даже не в молодом человеке, а в том, чтобы преодолеть вот этот вот ваш тяжелый период, да, когда вы, ну, переживаете смерть близких ваших, тогда вам откровенно тяжело, вот, и я бы рекомендовал вам использовать этот период, как фильтр для тех людей, которые окружают вас, чтобы если, если эти люди данный фильтр, данный отбор не прошли, чтобы их с вами не было. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам удачи. Я желаю вам стойкости, я желаю вам твердости, я желаю вам успехов в преодолении вашей трудной ситуации. Я надеюсь, что вы обратитесь к любому из наших экспертов, если вам потребуется помощь самостоятельно именно для себя. И впредь учитесь поступать, исходя из своих приоритетов, исходя из своих интересов. И для начала эти интересы постарайтесь обозначить, опосредовать, оформить. И тогда у вас все будет в порядке, вопросов такого плана у вас не возникнет. Всего доброго.